друзья всем привет да вот немножко хотел тоже выступить так сказать объяснить рассказать пояснить вообще по текущей ситуации по нашей работе по всему то есть все вы знаете что у нас выступал президент объявил выходной и вроде как там выходной не выходной все подумали там что такое что такое и в разъяснении непосредственно в постановлении обозначено что с 28 там все сферы деятельности там кроме там обозначенных уходят на выходные 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 ну как бы если честно это называть вещи своими именами это собственно карантин я думаю что начало карантина соответственно ну как бы мы тоже особо там не предали значения потому что даже его уже постановление в перечне была обозначена такая вещь как что работает ремонтная сфера услуг там каких-то ну жизненно необходимых либо что-то такое там я не знаю средства коммуникации там можно тоже там под это подвести потому что средства коммуникации это наше все и сидя дома если что-то там не работает не можешь связаться с родственниками и все прочее то есть тут можно было что-то еще по дискуссировать по этому поводу но также вчера вышло постановление уже имеет постановление органов местного самоуправления в частности губернатора нашего сыровской области где разъяснилось что сфера бытовых услуг в добровольно принудительном порядке идет на отдых с 28 числа это уже с завтрашнего дня здесь как бы противиться этому перечить или что-либо трактовать как-то двояко уже не имеет смысла соответственно нам придется уйти на выходные 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 соответственно что мы как организация не можем находиться в открытом виде осуществлять деятельность и все прочее но как частное лицо я на связи не я как частное лицо а ну также также мы грубо говоря на связи все наши средства коммуникации все прочее пишите звоните и я в принципе и 3 мои коллеги мобильные там я не знаю можем подъехать забрать сделать отдать подъехать забрать сделать отдать вот так будет строиться бизнес в новой реалии вот это еще да вот это что хотел сказать вот здесь мы все находимся в одинаковых условиях там что-то как-то вести себя ну не знаю что я имею ввиду я хочу сказать про такую вещь вот как мы платим аренду мы платим зарплату мы еще там много всего платим арендодатели мы все в одинаковых условиях если вы сегодня себя покажете с такой стороны что не платите идите на соответственно вы завтра просто можете от жилого зайца реально поэтому тут как бы без не то что там я кому-то это конкретно говорю с нашим личным я вот вчера написал что там свяжитесь по этому вопросу со мной еще никто не связывался мы не обсуждали но я знаю многих коллег которые уже обозначают эту текущую ситуацию уже попали в такое положение что там им говорят что там не платить и все вы завтра уже помещение на клюшке у вас избушка на клюшке я считаю это нужно просто всем объективно понимать что это наша новая реальность здесь нужно всем как бы работать на то чтобы сохранить нашу какую-то экономическую дееспособность деятельность и все прочее в дальнейшем это все будет сегодня вы выгоните человека со своей площади завтра вы не найдете никого на эту площадь она никому не нужно будет сейчас бизнес вся деятельность поменяется вообще по-другому все будет я вот вам сказал приехать забрать сделать отдать вот час как будет не не нужно будет я закрою завтра как и п я не буду платить налоги я не буду что-то делать пока я как честный человек работодатель и просто просто социально ответственный человек обязуюсь своим сотрудникам вот сколько могу из накопления я буду месяц еще поддерживать заработную плату выплачивать аренду я платить не буду просто я даже еще не разговаривал с арендодателями аренду платить не буду как бы говорю сразу потому что такая вещь что ну как бы если помещение на клюшке избушка на клюшке что и что там что делать да что тут обсуждать вообще все мы в тяжелой ситуации главное в этой ситуации это поддержка человека чтобы было блин на что купить покушать вопрос уже об этом встает на самом деле когда вот эта канитель началась мы много ресурсов и средств перекинули вложили там в какие-то в наши необходимые запчасти во все прочее сейчас такая ситуация довольно тяжелая что ну средств нет на самом деле да по такому моменту кто нам отправляет и все прочее там нет проблем я специально посмотрел и вчера и сегодня с утра на сайте транспортной компании с которой мы работаем вы знаем вы знаете и они работают в нормальном режиме там все все окей то есть я сегодня вот час 8 утра 8 утра но там короче 8 утра приехал пораньше чтобы получить посылку из москвы сделать ее сегодня же отправить там человек просто вечером звонил очень переживает не переживайте все кто сейчас посылки идут мы все сделаем и назад отправим там транспортные компании они работают что еще я не знаю ну вот как то так ребята здесь не мы здесь нас надо это все правильно объективно понимать выполнять рекомендации наших властей все прочее потому что объективно мы можем до конца не ведать картины и лучше здесь как бы так пока что перемещение по городу либо что-то там не закрыто не запрещено вот предлагаю действовать в такой форме звоните пишите я не знаю все средства коммуникации доступно все будем общаться будем на связи все нормально всем привет и всего